Здравствуйте, дорогие друзья! Я В.Ц.Щук Андрей Витальевич, художественный руководитель студии декоративно-прикладного искусства Центра национальных культур имени Крикора Сааковича Мазлумяна. Сегодня мы продолжаем нашу серию домашних животных. Сегодня мы лепим барана. Так, опять же, нам нужна глина, палочка вот такая толстенькая, стеки, губочка мокрая, чтобы вытирать, чтобы руки были чистые, и жижель. Жижель – это та же самая глина, только вот так жидко разведена. Она является клеем для соединения всяких деталей. Как и на предыдущих наших работах, мы делаем туловище из одного куска глины, и делаем его пустотелым. Значит, мы формуем шарик, шарик ровненький. Так, палочка у нас вот такая есть, и на этот шарик мы так вот ровно надеваем на палочку шарик. Получается такой грибочек, и этот грибочек мы опять, значит, вот так вот, вот так вот, растягиваем сюда на палочку, чтобы у нас получился такой, вот такой формы. Вот такая форма. Можно покатать, чтобы ровненько было. Вот это у нас будет низ, он будет вот так стоять, поэтому здесь мы тоже вот так вот можем сделать плоским. Вот, на этой части мы делаем вот такие вот формы, такие небольшие выступы, это будут ноги. Ноги. Значит, вот четыре таких вот выступа делаем. Баран шерстяной, у него шерсть до самого, до самой земли. Так, вот у нас получилась такая вот форма. Теперь мы палочку можем вытащить. И делаем теперь, баран такой кругленький будет, поэтому, вот посмотрите, изнутри как бы немножечко я раздуваю. Вот выдавливаю, выдавливаю, чтобы он такой кругленький получался. Вот, не торопитесь это сделать за один раз. Если какие-то трещинки у вас появляются, смачивайте руку и заглаживайте. Потому что глина может у вас подсохшей быть, или какая-то не очень пластичная. Будет трескаться, заглаживайте, ничего страшного в этом нету. Терпение, вот, трещинка загладили. Какие-то там, может у вас камушки быть, там какие-то засорка. Все убираем. Изделие должно быть очень аккуратненько сделано. Так, вот сделали такой кругленький и закрываем его. Это наше туловище. Закрываем, значит, вот так сделали щель. Жижель сюда нанесли. Не забываем про жижель. И вот так потихонечку соединяем. У нас получается место для хвостика и для головы. Так, голова барана, это морковка, форма морковка. Морковка, как вы все знаете, здесь потолще, здесь потоньше. Вот такая вот. Так, намазали жижель. И приклеили. Приклеили. Хорошенько приклеим, чтобы не отвалилось никогда. Потому что бараны, они, бывает, и разгоняются, и бьются от ворота. Поэтому он крепко должно быть. Вот такую форму. Посмотрите, вот такой выпуклый. Такая вот, кругленькая мордочка. У него будет. Так, теперь, у барана самое главное это рога. Вы видели, да? Бараньи рога. Значит, мы возьмем глины сейчас. Сделаем два, два кусочка. Два кусочка одинаковых. Надо сделать, чтобы, чтобы два куска одинаковых сделать, надо сделать два шарика. Вот, если шарики одинаковые, значит у вас получится и рога одинаковые. Вот, один тут побольше получился. Он сразу видно, вот, по форме, что этот шарик больше. Вот, я сделал два одинаковых кусочка. Теперь, делаем рога. Вот такие длинные можно сделать. Большие рога получатся у баранов. Красивые. Так, раскатали мы. Вот, у нас получились две такие вот одинаковые заготовки. Так, и скручиваем вот так. Видите, плотненько в такую улитку прямо. Улитку. Вот с этого конца начинаем. И вот так потихонечку, потихонечку сворачиваем. Вот, улитку такую. Потому что у барана так и есть рога закрученные такие. Вот такой формы они у него. Так, значит левый рог. Здесь намажем обязательно жажель. И пока так прилепим его сюда. Предварительно. Так, и левый, а это правый. Правый рог. Так. Вот. Ну и теперь вот выровняем, чтоб ровненько было, чтоб симметрично. Не выше, не ниже, чтоб они были точно симметричные. Чтоб не получилось кос. И прижимаем. Прижимаем. Вот. Если какие-то трещинки будут, заглаживайте. Заглаживайте. Вот. Для этого можно кисточкой пользоваться. Вот там, где вы не можете подобраться, возьмите кисточку, загладьте. Везде, везде. Вот. Чтоб было, ну аккуратненько. Кисточкой. Такая хитрость есть небольшая. Потому что, ну руками не загладишь бывает. А кисточкой можно загладить. Так. Вот у нас получился такой круторогий. Да. Уши это вот такие тоже морковки. Только длинненькие такие. Две длинненькие морковки. Две длинненькие морковки. Тоже сейчас намажем жижи. И найдем им место, где они помещаются. Вот тут где-то. Так. Ага. Все правильно. Вот так вот у него здесь рога. И уши вот так мы проминаем. Так. Тоже стеком. Делаем ему очень настоящие уши. Так. Глазки мы сейчас делаем. Два шарика. Небольших надо сделать. Маленькие. Большие не делаете глаза. Некрасиво получается. Некрасиво. Вот такие маленькие прямо глазки можно сделать. Так смешнее получится. Маленькие смешнее почему-то получаются. Так. Значит жижель не забывайте. Глазки лепятся вот здесь. Вверху вот здесь вот. И рядышком вместе. Без расстояния. Вот здесь. Без расстояния. Вот. И обратной опять же стороной кисточки. Она остренькая. Кругленькая. Острая. Делаем ему зрачки. Вот здесь вот. Вот он. Вот так вот. Прямо он будет смотреть на новые ворота. Да. Вот так вот. Как баран на новые ворота смотрит. Так. Все. Осталось ему сделать рот. Ну давайте мы сделаем рот. Берем вот стеком. Там как он улыбается. Да. И вот так вот. Смотрите. Вот так вот. Вот так раз. И сделали. Такую улыбочку. Стеком. Стек отпечатали. Смотрите. Не царапать. А просто вот. Вот так вот. Вот так вот. Вот так вот. И ноздри. Здесь он кучерявый такой на носу у него. Кучеряшки. Стеком можно сделать. Ну и здесь тоже вот. Можно ему сделать стеком. Стрижками такие. Шерсть. Много не надо. Вот так вот. Вот так вот. Делаете. Этого достаточно будет. Главное чтобы он не гладкий был. А вот. Вот все. Теперь самое необходимое. Это вот здесь вот надо дырочку сделать. Потому что у нас получился воздушный пузырь. Да. Как варенник. Вот. Обязательно надо сделать дырочку. Чтобы воздух выходил оттуда. Вот пожалуй все. Наш новый друг готов в нашу коллекцию домашних животных. Вам спасибо за внимание. Субтитры сделал DimaTorzok